я вас приветствую ребят я сегодня буду готовить самое популярное блюдо из грузинской кухни которая называется чахахбили и готовить я это блюдо буду к ужину на двоих почему на двоих да потому что из этой птички этого фазанчика который весит 700 грамм вряд ли мне удастся накормить третьего человека поэтому сегодня третий лишний итак давайте приступать к нарезке ингредиентов и подробнее немного поговорим об этом блюде чахахбили это название готового блюда а вид птицы в названии указан потому что изначально этим словом назывался фазан технология приготовления осталась практически примерно одна и та же а вот фазанов стали заменять на курей фазана разделим на средние порционные куски из лука удалим плотную сердцевину и разрежем на полукольца из болгарского перца также удалим сердцевину разрежем на тонкие полоски чеснок поделим на мелкие кубики и так практически все ингредиенты я подготовил нарезал кроме зелени и и нарежем позже и конечно же томатов какое чахахбили без помидор без томатов но поскольку сейчас зима и в магазинах продают помидоры со вкусом воды я решила их просто-напросто не покупать я приобрел вот такую пол-литровую бутылочку томатного пюре я думаю это будет гораздо лучше чем магазинские помидоры зимой ну все давайте приступать к приготовлению блюда чахахбили я буду готовить в эмалированной чугунной посуде объемом 5 литров разогреваем подсолнечное масло на данном этапе обжаривания фазана или другой птицы которую вы будете использовать необходим максимальный огонь как вы видите вся птичка в казан у меня зашла с первого раза птичку обжариваем с обоих бочков не до полной готовности при жаре ли с одного бока мясо теперь переворачиваем на другой прошло время давайте посмотрим с другого бочка поджарили мы птичку теперь уменьшаем интенсивность огня до среднего уровня и добавим специи кориандр узко цунели ну и соль конечно же перевернем мешаем закладываем лук лучок можно обжарить в отдельной посуде на сливочном масле но я ленюсь и я пошел более простым способом я не думаю что так будет менее вкусно далее наша задача достигнуть мягкого состояния лука притушим его на среднем огне минутки 3-4 притушивали лук он у нас сдался стал мягеньким раскис и теперь самое время вливать вино белое виноградное вино использование марочного дорогого вина в данном блюде и в данном процессе это признак дурного вкуса поэтому добавляйте самое обычное посредственное домашнее или магазинское вино далеко не самого хорошего качества очень хорошо подходит сухое вино теперь перемешали все с вином будем далее тушить в вине лучок и мясо фазана и в то время пока будем тушить это на слабом огне сверху закладываем болгарский перец он у нас пока будет тушиться фазан с вином размягнет и дойдет до нужной кондиции сверху можно также притрусить кориандром узко цунели и солью и сейчас мы ничего не переворачиваем ждем пока перчик размягнет алкоголь выпариться и мясо пропитается вином прошло минут семь жидкости существенно стало меньше теперь самое время перемешать и теперь добавляем томатное пюре а также очень интересный и важный ингредиент для зимнего чахахбили это соус кемали который придаст для нашего блюда привкус лето слив и базилика все перемешаем забыл конечно же добавить чесночок далее все также перемешиваем накрываем крышкой и оставляем тушиться примерно около 25 минут на очень слабом огне и пока мы тушим чахахбили мы подготовим зелень ребят когда готовите чахахбили с применением вина я вам советую не берите лишнее вино потому как будете забывать закладывать что-либо в посуду в которой готовите блюдо я забыл острый перец он очень острый поэтому я догоняюсь и закладываю сюда одну перчину и утапливаю ее ну как-то вот так теперь уж точно ждем окончания приготовления блюда и так прошло 25 минут что будем сейчас пробовать на вкус для того чтобы была возможность откорректировать приправы специи боже как вкусно как по мне больше ничего не надо сюда добавлять очень все хорошо получилось ничего я корректировать не буду поэтому спокойно я закладываю зелень и вот теперь после того как я зелень сюда забросил я полностью выключаю огонь полностью перемешиваю далее накрываем крышкой и больше ничего блюдо полностью готова к употреблению пока мы донесем его к столу пока раскладывать будем по тарелкам она пропитается петрушкой укропом кинзой любой зеленью которую вы будете применять этого нам будет достаточно ну что друзья блюдо у нас готово получилось она невероятно вкусно мощно богато я вам рекомендую приготовить его по моему рецепту если кому понравилось видео ставьте лайки если кому не понравилось ставьте дизлайки подписывайтесь на канал всего вам доброго до свидания до свидания